Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Наш первый пробный выпуск с практикующим футурологом, вообще человеком, которого не надо никому представлять, Сергеем Анатольевичем Сибиряковым, вызвал огромный интерес и отклики. Поэтому мы решили продолжить начатую тему бесед и разбили эту общую беседу на некоторые более конкретные, специфические, я бы даже сказал, темы. Сегодня продолжаем наш разговор с Сергеем Анатольевичем и поговорим о том, что вот существует какой-то подвижной состав, вот новое транспортное средство, допустим, юнибайк, и его нужно наполнить каким-то новым содержанием. Вот расскажите, вы как, помимо того, что видный политик, экономист, и в том числе практикующий футуролог. Что же нас ждет? Ну, сроки устанавливать не будем, как вот видите, 10, 15, 20 лет, нет особой разницы. Ну, давайте сначала, как такая некая черта, это для всех, кто связан со SkyWay, это то, что мы сейчас пишем, это интервью делом, это мы на пороге выставки в Берлине, команда уже там работает. И самое главное, что сегодня инженерная школа, струнные технологии инженера Юницкого, они показали, и мы показали все вместе этой работой, что созданы новые машины, электромашины, электромобиль второго уровня, который находится на путевой структуре, и это уже факт свершившийся. То есть, если для кого-то еще какое-то время назад это была фантастика, кто-то пытается и сегодня этот факт еще не принимать, но для всех нормальных людей изготовленная машина, которая находится на выставке, мировой выставке на транс, это уже факт свершившийся. Тем более, что по возвращению она сразу переходит уже в полевые испытания, и она начнется уже показывать свои ходовые качества. Это уже не футурология, это уже факт реальный. А дальше, хотя год назад, если говорить о футурологии, мы когда начали только об этом говорить, это тоже воспринималось как некая фантастика, и вот эта фантастика в течение года реализована, за полгода построена машина, поэтому, скажем так, темпы от того, как эта идея показывается до ее реализации, в общем-то, весьма сжатые. Зачем это обязательно сейчас принимать? Что если анализировать сегодня все, что происходит в округе, то есть, то есть ярко выраженные несколько тенденций таких. То есть, мы отслеживаем все технологии, все компании, которые работают и представляют что-то в будущем. Вот сегодня наиболее интересно представляются разработки, которые ведет IBM, это создание искусственного интеллекта, это создание Google, вот тоже определенные системы помощника, то есть, они сегодня работают в области переводчиков, то есть, и уже в этом году планируют показать именно первые образцы перевода с голоса, а буквально через два года уже абсолютно переводчики, которые могут переводить на все языки мира. То есть, сегодня работает уже система юридических консультаций с голоса, которые идут, потом сегодня уже работает медицинская диагностика. То есть, сегодня мир в том, что мы все больше и больше находимся в информационном пространстве, он развивается очень быстро. И эти помощники, эти там мессенджеры, эти гаджеты, которые сегодня, они все больше и больше входят в нашу жизнь, становятся повседневным таким помощником. Значит, почему это очень важно сейчас понимать нам с точки зрения компании и людей, которые занимаются именно созданием транспортной коммуникации, новой системы. Потому что вот у IBM и у Google, у них основная сегодня проблема создания искусственного интеллекта, которым можно пользоваться в таком ежедневном режиме, это первая масса аппарата, вторая его память и батареи. То есть, если сегодня IBM вышла на то, что у них порядка 10 килограмм устройства, которое может выполнять те функции, которые они ставят, то пользоваться переносным ноутбуком, который весит 10 килограмм, но сегодня, наверное, не очень. И второй вопрос, что когда разговариваешь со своим помощником с голоса, то, во-первых, это должно быть ограниченное пространство, чтобы не было посторонних звуков, а во-вторых, не всегда удобно, если ты общаешься со своим персональным компьютером с голоса, то рядом кто-то находится и он это слышит. И это сегодня проблема, так же, как в замкнутом пространстве, допустим, находясь в самолете или в автомобиле с кем-то, не очень удобно общаться с голосом. Поэтому это сегодня не так активно развивается. И получилось так, что мы разрабатываем вот этот концепт юнибайка, то есть именно легкой системы электромобиля, который еще может запитываться и от велотяги, то есть это еще мы его рассматривали как такой городской прогулочный, прогулочный, экскурсионный, то оказывается, что он решает все эти задачи. Он дает персональное пространство, он дает закрытое пространство и, соответственно, поставить туда бортовой компьютер. Вот мы с Анатолием о чем говорили, он говорит, мы можем поставить любой массы, то есть и 10, и 20 килограмм под это можно выделить в общей массе электромобиля. Поэтому получается, что мы даем сегодня реальную основу, в которую можно поставить бортовой компьютер, который будет обладать бортовым интеллектом, соответственно, искусственным интеллектом. Можно поставить бортовую аудио-видеосистему, которая будет адаптирована. И это небольшое пространство с идеально настроенным звуком, с идеально настроенным изображением, то есть когда можно на 3-4 экрана, которые будут в пространстве раскладывать изображение. И получается, что мы сейчас реально начинаем объединять очень многие наработки, которые якобы делались для пользователей, которые находятся в разных местах, а сегодня все это сводится в наш Unibyte. И получается, что мы ведем сейчас, скажем так, наработки и смотрим, что делается с точки зрения, допустим, эргономического кресла. Ведь казалось, что такое просто кресло? Но если вы в нем проводите много времени, значит, оно должно быть адаптировано под вас, чтобы вам было крайне удобно. Второе, в него можно ввести функции, которые будут обладать массажем. Индивидуальная конструкция какая-то должна быть, как у гонщиков Формулы 1. Абсолютно, но только подстраиваем его под каждого уже. А у нас скорости же еще выше будут, поэтому конструкция еще более должна быть полезной для здоровья. И второй момент, что это вот если говорить про кресло, оно может обладать функцией массажа. Дальше пространство, которое есть, оно может обогащаться кислородом, ароматизироваться ионными. То есть получается, что это уже становится как бы эко-пространство, и это становится эко-капсулой. А если сюда еще, как я уже сказал, добавить бортовую аудио-видеосистему, бортовой компьютер, искусственный интеллект, то все для одного Unibyte это становится уже просто чересчур много. То есть это превращается уже в то, что втягивает вообще все передовые... Вот мы только что приехали из Новосибирска с командой, и мы были в Академгородке, там на уникальной улице, где на одной улице находится 23 академических института Академии Новосибиряковской. Но мы уже все вместе ждем, когда его переименуют в Новосибиряковск. После вашего визита. Так вот, мы, кстати, договорились, будем уже вначале проектировать первую трассу по Академгороду, потому что там до сих пор еще остались велосипедные дорожки, с тех пор, это же был всегда символ такой экологического числа, хотя сейчас превращается в обычный техногород, вырыбаются леса, дороги строятся. Поэтому, когда мы показали в Академпарке нашу концепцию Unibyte, они, конечно, хватились. Но вот когда все это вместе приходит Unibyte, то есть понимаете, да, что это становится мощнейшая операционная система, мощнейшая, которая просто не на один и даже не на два порядка мощнее сегодняшней. Это становится в едином комплексе, который обладает своей энергетикой, который сам движется, и он находится на путевой структуре, внутри которой оптиковолокно. То есть, соответственно, это неограниченная передача информации таким образом, что наш Unibyte с искусственным интеллектом, мы уже ввели новое такое понятие, это Mobile Personal Space, мы с вами об этом говорили, это индивидуальное мобильное пространство, Mobile Personal. Наверное, и Unibyte как-то иначе уже будет оснащенный всем этим называться. Конечно, и Unibyte мы ввели такое понятие, сначала хотели назвать это как Unicar, то есть объединенное, но так как это название все-таки больше идет под грузовые, то мы ввели такое понятие как Unibox. То есть Unibox это, скажем так, мобильное передвижное устройство, которое обладает свойствами перемещаться по вашему желанию, но при этом втягивает в себя все передовые интеллектуальные разработки. Но что самое интересное из темы, то, что мы сегодня с вами говорим, здесь нет никакой футурологии. То, что мы сегодня с вами говорим, это уже создаваемые отдельно направления. То есть Unibyte, пожалуйста, готов, сейчас он в Берлине, приезжают полевые испытания, и когда будут смотреть этот репортаж, он уже будет показываться как действующий образец. Соответственно, здесь нет никакой футурологии. Это уже практикующая инженерия, и инженер Юницкий это уже создал. Создание искусственного интеллекта, оно сегодня идет такими темпами, и сегодня уже то, что создано, уже можно ставить, если дать этому основу. То есть мощный компьютер, мощная связь оптиковолоконная, и это уже начинает работать. Соответственно, все экосистемы связаны, они тоже существуют. Мы добавили только одну вещь. Вот я и хотел спросить, мы говорим и в интеллекте. Помимо интеллекта, помимо того, куда там нужно двигаться, что там просмотреть, почту, отправить сообщения и так далее, существует же какое-то внутреннее пространство, раз оно закрытое. Вот у космонавтов, как организовано, мы знаем, там рециркуляция и прочие вещи. Здесь все-таки на Земле, тем не менее, какая-то экосистема для человека может быть так же индивидуальная. Кто-то любит побольше кислорода, кто-то поменьше, кому-то теплее, кому холоднее. Какая-то экосистема будет создана. Естественно, она будет индивидуально подстроена под каждого, насколько вам это будет комфортно и полезно. То есть это абсолютно ваше персональное пространство. И мы тоже уже об этом говорили, что это персональное пространство, то есть дальше, если с точки зрения, как будет организован быт, как будет организовано жилье, что этот блок, он будет стоять, вот этот именно юнибокс, он будет стоять в каждом жилье. Это ваше пространство. И вы фактически находитесь в своем рабочем месте. Просто сюда добавляются функции искусственного интеллекта, то, что замкнутое пространство, вы общаетесь с внешней системой уже через своего персонального помощника. И второе, это пространство само перемещается, это мобил персонал. Соответственно, вы по команде можете в своем смысле перемещаться в любое место, в любую точку мира, туда, куда приходит струна. Соответственно, сейчас мы понимаем, что по мере только начала строительства струнных технологий, это будет ограниченное количество мест. Это же может дойти до каких-то крайностей. Человек, может быть, и не захочет оттуда выходить, если он там будет и спать, и есть, и работать, и перемещаться. В общем, может, люди перестанут выходить, может быть, и исчезнет такая отрасль, как легкая промышленность, не будет одежды, моды. Зачем одеваться, если ты там сидишь в своем юнимобиле, создал себе комфортную обстановку и куда угодно перемещаешься, что угодно делаешь. Как вот это все будет регулироваться? Михаил, конечно, вы затрагиваете очень серьезную. Это действительно... Я думаю, это не только мне интересно. Я по вопросам, которые ко мне приходят от наших зрителей, говорю. То, что транснет поменяет и мир, и окружающий мир, и цивилизацию, это однозначно. Потому что, ну, я всегда повторяю, эту фразу, и, наверное, все знают, что за последние 20 лет мир изменился радикально. И сейчас просто надо привыкнуть к мысли, что мы делаем, что еще за ближайшие 15 лет он изменится еще более радикально. То есть интернет убрал информационные границы. Транснет убирает все границы между государствами, между странами, между континентами. Соответственно, жизнь тоже... Вот если в интернете жизнь в сети — это все-таки виртуальное понятие, виртуальное понятие в виртуальной сети, то в транснете жить в сети — это будет абсолютно реально. И мы тоже вот говорили, что будет определенная категория людей, которые действительно будут постоянно перемещаться, постоянно в этом блоке, постоянно жить в сети. Но при этом жизнь, скажем так, она все равно дает свои ценности, которые вечные. Это общение с семьей, общение с друзьями, общение там с коллегами. И просто ценность личного общения, когда виртуальное общение будет неограничено, когда вы в хорошем качестве можете общаться с любым количеством людей, то личное общение просто перейдет совсем в другую категорию. Это станет очень ценное, ценимое именно действие. Потому что для того, чтобы куда-то к кому-то приехать, вы должны потратить силы, время именно пообщаться. И в этом плане, я думаю, что ничего такого радикального не произойдет. Да, как говорил, по-моему, Ромен Ролан, что самая большая роскошь на Земле — это роскошь человеческого общения. А еще один классик из юмористов, по-моему, сказал, на исходе 20 века, когда жизнь непонятна уму, как же нужно любить человека, чтобы взять и приехать к нему. Ну вот насчет приехать, когда вы садитесь в свой, точнее, когда вы находясь в своем юнибоксе, своему юнику говорите, что хочу пообщаться я сегодня там с Анатолием Даровичем, допустим, так сказать, в 18 часов прошу. Юники стыкуются, открывается шлюз, и вы общаетесь, сидя в своих креслах, да? Или как это? Нет, я имею в виду про личное общение. Да, вот личное общение. Приобщается, приезжает, вы, допустим, ужинаете, там, общаетесь, потом садитесь и, занимаясь своими делами, перемещаетесь как бы дальше в пространстве или там туда, куда вам надо. Поэтому, естественно, что сегодня очень многие вещи осознать так же, как и осознать, какие изменения внес в свое время смартфон. Вот сейчас, когда для нас это становится привычным, но еще 10-20 лет назад очень многие вещи было трудно представить, что одним нажатием кнопки можно купить билеты на самолет из любой точки мира, заказать гостиницы, заказать рестораны, заказать любые вещи, пообщаться с близкими. Это все казалось какая-то неизбыточная мечта. Сегодня это наша повседневность. И никто уже не удивляется, что 2 терабайта памяти карточка вставляется в смартфон, что из 2 миллионов приложений можно выбрать те, которые наиболее необходимы. Что смартфон уже умнее хозяина. В шахматы, да, я уже многих знаю, что уже выиграть в шахматы у него практически невозможно, даже на уровне таких мастеров высокого класса. Нет, я больше, так сказать, в домино. Сергей Анатольевич, мы все более-более перемещаемся в тему следующих передач, в частности, Транснет, Терминология. Если есть что-то еще добавить по текущему вопросу, по тому, каким содержанием будет наполнено Unibike, Unibox? Тогда несколько о системе. То есть сегодня формируется, ну, то, что в Экотехнопарке показываются, 4 вида транспортной структуры, транспортной системы. Это перевозка сыпучих грузов, то есть это сегодня отдельное направление, то есть которое будет создавать свою отрасль. Это перевозка, вот то, что сегодня здесь вот на наши пассажирские скоростные перевозки, до 500 км в час, городские перевозки, это 150 км в час. То есть навесной и подвесной, соответственно. Сейчас еще вот то, что уже вот мы Unibike, а теперь уже Unibox, это еще одно направление, вот четвертое, которое есть. И, по сути дела, сейчас формируется понятие как пересадочного узла, то есть вот первая его модель построена в Экотехнопарке, то есть уже в виде... На первой анкерной опоре. Да, первая анкерная опора, именно совмещенная с блоком пересадки. Дальше встанет вопрос уже логика пересадки с низкоскоростной на высокоскоростную, то есть со 150 на 500 км в час. Это мы ввели такое понятие, это будет называться Sky Station, Sky Станция, то есть которая будет... И еще один блок, который туда обязательно добавится, это уже наш Unibox, который будет вставать по системе Кенгуру, уже как индивидуальное купе в скоростной уже Unilet. То есть он... Вы для тех, кто не был в Австралии, в отличие от вас, судя по вашему заговору, объяснить, что это система Кенгуру? Когда в Unilet или в скоростном Unibus находятся не индивидуальные кресла, а посадочные места для нашего Unibox. И по сути дела сам скоростной модуль является просто боксом, скоростным боксом. Мы так и ввели Sky Speed Box, то есть тот, в который может вставать 2, 4, 6, 50, 100 Unibox, которые, отцепляя мобильный блок, вставая внутри как индивидуальное купе. Как купе, да. Купе дальше они перемещаются со скоростью 500 км в час. Вы приехали в Париж, дальше вы опять подцепились к струне уже через съемный мобильный блок и уже поехали по Парижу. А Unibox ресторан будет в таком блоке? Тут есть два. Он может либо вам заказ туда привезти, либо все-таки привезти туда, где уже накрыт стол. Вот, где заранее ваш Unibox уже закажет. Причем все будет из продуктов, исключительно из экотехнопарка. Вот, поэтому это понятие именно Sky Station. Дальше ввели такое понятие, как Skyport. То есть это следующее понятие, потому что сегодня уже идет проработка пятого поколения технологий. Мы все-таки перемещаемся в сторону терминологии. Давайте закончим, наверное, первую тему и перейдем ко второй. Ко второй, да. Плавненько, да. Значит, хочется сказать нашим зрителям, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за появлением следующего интервью. Также не пропускайте обновления новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv.defestistoms.com. Поддерживайте наш проект, и тогда вы, как я, сегодня узнаете, что гаджеты — это не три слова, а всего лишь одно. Строй Skyway! Спасай планету! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok